Добрый новый день! Сегодня понедельник, 12 сентября. Я Анна Филиппова. Какая история приходит вам в голову, когда вы говорите знакомым о городе Чебоксар? Кто-то вспоминает про Чапаева, кто-то говорит о том, что у нас есть светлый путь, пройдя по которому можно загадать желания, ну а кто-то говорит, что именно в Чебоксарах жили купцы Ефремовы. Не дремли, не плашай, не обижай. Девиз династии купцов Ефремовых. Историю родоначальника династии Прокопия Ефремова Чебоксарка Юлия Некрасова стала изучать по работе, чтобы было что рассказывать туристам. Но так заинтересовалась и фактами, и легендами, что нашла в них источник вдохновения. Мне нужно было раскопать несколько историй старинных о наших местах, о наших достопримечательностях. И вот в поле моего зрения попала семья Ефремовых, так как у нас есть бульвар купца Ефремова. Сначала это было просто задание по работе, но потом я втянулась, копалась в архивах электронных, и мне настолько понравилось. Нашла несколько очень интересных историй и, собственно, написала несколько статей на эту тему. Юлия считает, что для гостей из России и зарубежи и байки, и факты исторические – настоящий клад и визитная карточка города. Мне очень понравилась история о том, как купец Ефремов, находясь в Италии, надел на себя домотканную рубаху и лапти и захотел пройти в ресторан, но его не пустили. Он дал швейцару денег, швейцар его пропустил. Тогда купец прошел в ресторан, заказал 12 бутылок самого дорогого алкогольного напитка и помыл им ноги. Меня очень позабавила эта история. Я считаю, что туристам больше интересно смотреть на ступримечательности, если они знают историю какого-то объекта, и вот истории семьи Ефремовых, и те вот архитектурные памятники, которые с ними связаны, я считаю, что они очень интересны для нашего города. На какие выставки в течение недели могут прийти горожане и гости нашего города? По 20 октября в Национальном музее выставка «От пера до планшета». Здесь можно увидеть и показать своим детям, как люди раньше передавали свои знания будущим поколениям. Выставочное пространство позволяет посетителям окунуться во времена земских школ и советской школы. До 18 сентября в Чувашском государственном художественном музее межрегиональная обменная выставка «Художники земли Ивановской». Чпоксары стали 18-м городом, в котором состоялось открытие этой выставки. До 22 сентября на творческой площадке «Полигон» фото-выставка Андрея Хромова «Туманы Акема». По итогам экспедиции в Алтайские горы. Вход свободный. Это все на сегодня. Ну а завтра, завтра обязательно будет новый день.